Это Русский Космос. Здравствуйте! И сегодня мы в гостях в Мемориальном музее космонавтики. И с нами директор музея, летчик-космонавт, герой России Лазуткин Александр Иванович. Добрый день, Александр Иванович. Добрый день. Александр Иванович, вот такая судьба неожиданная. Космонавт, герой, активный и директор музея космонавтики. Какие вы себя здесь ощущаете? Коспонатом, космонавтом, директором. Расскажите немножко о ваших планах, о музее. То, что он такой музей получился, это не моих рук дело. Я пришел уже на все готовенькое. Честно говоря, для меня самого некий такой момент непонятный. Почему я вообще сюда пришел? Я пришел сюда добровольно и остался тут. По-моему, раз в пять здесь площадь увеличилась после такой реконструкции. Все осталось под землей. Даже иногда бывает так забавно сказать, Музей космонавтики находится глубоко под землей. Чтобы подняться в космос, нужно опуститься вниз. Прошлый год прошел под празднованием юбилея. Я смотрю, до сих пор награды Юрия Алексеевича Гагарина здесь лежат, настоящие его награды. Что еще интересно, какие вот самые знаковые вещи в этом музее. Хотя тысячи и тысячи экспонатов я прекрасно понимаю. Более того, могу сказать телезрителям, огромное количество детей постоянно в этом музее. Музей стал современным, интерактивным. Белка и Стрелка у нас стоят здесь. Две собаки, которые впервые вернулись из космоса. И которые, можно сказать, одни из того небольшого коллектива собак, которые прокладывали путь Юрия Алексеевича Гагарину. Стоит его скафандр. Юрия Алексеевича Гагарина. Есть скафандр Алексея Архиповича Леонова, в котором он выходил в космос. Что интересного для посетителей. Да. Для посетителей важно, чтобы было представлено то, чего он не знал. Был представлено красиво. Чтобы он сюда мог приходить и получать то новое, то, чего он не знал. Не важно, это ребенок или взрослый. И, по крайней мере, наши экскурсоводы, они знают тематику очень хорошо. И в зависимости от того, с кем они ведут экскурсии, они преподносят ту или иную информацию. Недавние опросы, проведенные Всероссийским центром изучения общественного мнения, показали, что каждый четвертый житель России хочет, чтобы его ребенок выбрал профессию космонавта. Распахнувшись в свои двери после капитальной реконструкции, Мемориальный музей космонавтики должен помочь лучше понять, что значит связать свою жизнь с космосом. Работа с молодежью станет одной из главных деятельностей обновленного музея. Изюминка новой экспозиции – почти полная интерактивность. Управление происходит очень просто, стандартными игровыми клавишами. Но это каждый ребенок, играя в компьютер, сейчас в наше время, в общем-то, легко справится. История музея неразрывно связана с историей освоения космоса. Иначе и быть не могло. Решение о возведении монумента покорителем космоса было принято вскоре после запуска первого искусственного спутника Земли. По предложению Сергея Павловича Королева, устремленная ввысь ракета была облицована пластинами из вечного металла, который используется в космической промышленности – полированного титана. Впоследствии этот памятник сам стал символом прорыва в космос. В 1981 году его уменьшенная копия была установлена на месте посадки первого космонавта Юрия Гагарина в Саратовской области. В том же году в Москве открылся Мемориальный музей космонавтики. Если кто-то бывал в Вашингтоне, в музее авиации и космонавтики, то этот музей, конечно, будет сильно вступать тому, что будет у нас. Большинство экспонатов раньше хранилось на ракетно-космических предприятиях. Сейчас их можно не только посмотреть, но и потрогать. Подлинные космические аппараты, скафандры, личные вещи космонавтов и ученых-конструкторов, архивные документы, кино и фотоматериалы – гордость не только музея, но и всей страны. Выделить какой-то определенный экспонат сейчас невозможно, потому что сейчас именно на эмоциональном уровне просто потрясающее впечатление от всей экспозиции в целом. Но что в первую очередь привлекало внимание, то, что побывало в космосе. Среди новых экспонатов музея – тренажер-стыковка, полноразмерный макет станции «Мир» и миниатюрный центр управления полетами, откуда можно связаться с орбитой. Те, кому посчастливилось первыми побывать в музее, уверены – космос всегда будет интересен новым поколениям. Вы очень часто вот именно упор такой, вернее, делаете на детей. Задавали ли вы вопросы нашим детям, хотят ли они быть космонавтами? Задавали. Скажем, он в той или иной степени, он присутствует при встречах. Безусловно. Вы хотите или нет. Кстати, я этим пользуюсь. Для того, чтобы понять публику, которая пришла на встречу или перед кем я выступаю, я им задаю вопрос. Кто хочет? Если их мало желающих, я свою встречу делаю так, чтобы их в чем-то заинтересовать. Если много желающих, ну, скажем так, работаю в том же ключе, но немножечко пошире рассказываю. Пытаюсь их остановить. Ну, это первое, с чего я начинаю. Я говорю, ребята, ни в коем случае я здесь не буду агитировать вас за то, чтобы вы полетели в космос. Потому что космос – это серьезное, страшное, опасное место, но интересное. Александр Иванович назвал профессию космонавта опасной. Вы знаете, на борту есть несколько книг, на борту станции, на борту транспортного корабля, в которых расписаны все нештатные ситуации, возможно, нештатные ситуации, в которых надо разбираться человеку. Красная книга «Самые опасные ситуации» – это разгерметизация, пожар и выброс токсичных веществ в атмосферу станции. Когда надо спасать и экипаж тоже. Вот все три эти нештатные ситуации случились во время полета Александра Ивановича в феврале и дальше 1997 года. Александр Иванович, если можно, вот о тех вот событиях. Те события и для меня были неожиданностью. Первый раз полетел в космос, только-только привык к невесомости, там же есть этот период адаптации. И на тебе пожар. Причем пожар был для меня полной неожиданностью. Начало гореть то, чего не должно было гореть. Я понимаю, там загорелась бы электропроводка, загорелся там какой-то прибор, который… Ну, я понимаю, там электричество, короткое замыкание. Ну, здесь-то что? Корпус металлический из нержавеющей стали, у этой кислородной шашки. Все вокруг металл, металл. И идет там химическая реакция, которая идет с температурой, ну, недостаточной для того, чтобы вообще гореть. Горел. И вдруг это загорается. Загорается фильтр, сделанный из углеродной ткани. Более того, скажем, это все в голове. Плюс ко всему, я был инициатором этого дела. То есть ты поджигал? Ну, как поджигателем был я, все это говорят. Я заряжал эту шашку. Не поджигателем, безусловно, не поджигателем, а человек, который запускал процесс регенерации кислорода. Да. И вот этот пожар начался. Я помню, как у меня в голове еще этот разговор, не разговор, а голос инструктора, который нам по пожарной безопасности что-то рассказывал, а по этой кислородной шашке. О том, что вот она такая-сякая, вот тут вот такой-то материал сделан, вот это специально сделано, чтобы это не горело. Не горело. А это горит. Я помню, с каким трудом, ну это вот состояние такого стресса было, руки начали делать то, чего нас учили. Они там подтянулись к какому-то выключателю, который находился там, где-то я выключил этот тумблер, остановил вентилятор у этой системы. И дальше помню, огнетушитель взял, это все было медленно, начал включать его. И плюс к этому я смотрю, я сидел в модуле «Квант», сидел, висел, не знаю, что я там делал, вот. А весь экипаж, два экипажа у нас, они сидели за столом в базовом блоке, это же был вечер в станции «Мир», да. И сидели за столом, спокойно разговаривали, уже говорили о посадке экипажа, который должен был, которому мы пришли на смену. И экипаж Валерия Корзона и Саши Калерия. И я помню, думаю, надо их предупредить, думаю, если я закричу, они испугаются. Поэтому я так это говорил, мужики, пожар, а там все работает, в смысле система вентиляции работает, там же шум такой, это не слышно было. И когда вот дым попал на датчики дыма, у ловителя дыма, сработала сигнализация, я помню, как головы поворачиваются экипажи, как у них расширяются глаза, как у Василия Цеблеева, моего командира, глаза стали большие, он так смотрит, что он такой, Валера Корзун. Он сначала был поражен, у него все расширилось. И потом он ныряет ко мне и начинает кричать, нет, не кричать, а команда выдает огнетушителей, хватает у меня огнетушителей, я понимаю, что можно следовать его приказу, думаю, теперь, значит, он будет пожарником. Пожарным. Пожарным, прошу прощения. Ну и пожар, это мы потушили. Вот эти были поры этиленгликоля в атмосфере, они сказывались, кстати, на нашем состоянии. И Василий, он как только спать ложился, он утром просыпался, говорит, всю ночь чешусь. Почему, говорит, не знаю. Джерри Линнджер, который, говорит, он, да, американский астронавт, который вместе с нами был, он и до полета вел здоровый образ жизни, и во время полета вел здоровый образ жизни, то есть регулярно занимался физкультурой, вдруг ни с того ни с сего у него стал закладывать нос, он стал чихать, у меня глаза воспалились, почему никто не знал, вот, это одно. Температура была большой, да, у нас тогда еще система удаления углекислого газа вышла из строя, как все нештатные ситуации сошлись в одно и в один момент. Я просто очень хорошо помню Ваш полет, я в то время работал в Центре управления полетом как раз, и только-только отремонтировали систему терморегулирования. Даже Василий Циблиев вместе с Линнджером сделали выход в открытый космос после этого. Только-только вот все началось, и начались проблемы с судом у Вас, системой управления движением, потеря ориентации, потеря света. И дальше вот эта вот страшная эпопея с грузовым кораблем. Здесь-то, наверное, работали уже немедленно, я имею в виду разгерметизацию. По ушам Вы это понимали или нет? То есть вот то, что падение давления. Или это сработал, в данном случае, удар почувствовали, сработал мановакууметр, сработала сигнализация. Как это все произошло? Первый был удар очень сильный. Когда грузовой корабль попал в спектр, в модуль спектр, удар был очень сильный. Ну, скажем, такого удара я еще не слышал, не ощущал на себе. И станция так заколыхалась, потом она стала вращаться. То есть была потеря ориентации после этого? Сразу же, сразу же. И первое, что завыла сирена, которая говорит, авария системы управления движением. И следом сигнализация такая пи-пи-пи, и загорелся транспарант. Разгерметизация. Здесь еще ничего не чувствовалось в этот момент. Только я помню, что голос Василия. Разгерметизация. Это для меня таким щелчком я теперь понял, что нужно делать. До этого я стоял рядом с Василием, наблюдал, как он управляет. После удара мы замерли. Ну, буквально там в течение секунды, наверное, прошли вот эти... Заработала эта сигнализация. И все, и дальше я полетел, понимал уже, что по этой красной книжке мне нужно делать. Аварийная ситуация. Пошел сигнал пожар. Бим. На МКС нештатная ситуация. Пожар на высоте 400 километров в замкнутом пространстве. Что может быть опаснее? Экипажу не удается побороть огонь. Надо срочно возвращаться на землю. Замыкание электропроводки. Искра и станция в огне. В реальности у космонавтов лишь несколько минут на спасение. Главное успеть перелететь в корабль «Союз». Поэтому так важна тренировка. На орбитальной станции перелететь из сегмента в космический корабль помогает невесомость. Другое дело на земле. От макета МКС до тренажера «Союз» экипаж добирается пешком. Для чистоты испытания в противогазах. Экипаж уходит в «Союз», надевает скафандры, находясь в противогазах. И возвращается, готовится к спуску на землю. Так, по инструкции, в противогазе космонавты надевают полетный скафандр. Риск вдохнуть продукты горения велик. Отлично. Так бы и спал бы в нем. В противогазах они проведут еще некоторое время до подключения автономной системы вентиляции в корабле «Союз». Перешли спускаемые аппараты, сняли противогазы, работаем по странице 35 и будем производить оптиковку. Сегодня это настоящий экипаж, единая команда. Максим Сураев, командир корабля, летит впервые. Однако опыта не занимать. 12 лет в отряде. Трижды дублен. Хладнокровно воспринимает все нештатные ситуации. Мы у ИИ зажали тангенту на ручке. У них передачка должна не работать. Сейчас ждем их действий. У кого зажаток? Понятно. И был зажаток. У ИИ зажали. Распековались со станцией. Самочувствие экипажа хорошее. Чувство страха тут же прошло, с воем сирены заработал план. Причем такой, я даже не осмысливал, что мне нужно делать. Я это понимал. Я лечу туда, делаю это. Лечу туда, беру это. И вот это вот все было, было, было. Даже были такие там замешательства, когда я не нашел мачете, которым нужно кабели перерубать. Я нашел маленький перочинный ножик. Тогда, значит, на какое-то время я призадумался, потому что я им не обрублю, но на всякий случай возьму с собой. Полетел. И когда кабели я расстыковывал, осталось там 2 или 3 кабеля, у которых не было разъемов. Опять же, вопрос, где эти разъемы? Вопрос, да. Не возникал. Просто вот тело кидалось в одну сторону, нету. В другую сторону, нету. Ножом резал. Закрыл люк, крышку я закрыл, и вот этот, помню, момент, я ее прижал, замки зашли на эту крышку, все, она уже прижата. Но руки я еще держу, потому что слушаю, что Василий будет говорить, а он диктовал давление, там, слышно, назвал цифру. Помнишь, просто 760 где-то обычное давление. Сейчас я помню, где-то 600 с чем-то. 25-650 где-то вот туда ушло. Я просто помню, что эта цифра, раз, второй раз он произносит ее же, третий раз произносит ее же. И тут я понимаю, что я закрыл. А отпускать боишься? Я убираю руки, спокойно абсолютно. Я убираю руки, так они мне на фоне этой крышки, смотрю на пальчики, и смотрю, они начинают дрожать. Вот начал смотреть, не дрожали, а потом они задрожали. И как-то так отдаленно на них смотрю, как-то странно думаю, что это они дрожат-то. Они тут вот подрагивают, подрагивают, и вдруг по всему телу вот так вот отсюда дрожь пошла, все тело где-то внутри задрожало, во рту тут же стало сухо. Еще раз повторю, не страшно. Это, наверное, вот это вот нервное напряжение ушло. А страшно было, когда мы эту ситуацию уже разбирали, там на борту, то поняли, что если бы Василий начал бы свои действия вот таким-то образом, тогда удар пришелся бы не вот в это место, а значительно дальше, то тогда бы модуль могло бы оторвать. Вот тут уже стало страшно. Андрей Курицын – главный специалист по чрезвычайным ситуациям. Он обучает космонавтов, как вести себя и что делать, если на станции ЧП. Есть, например, аварии первой категории, при возникновении которых экипаж возвращается на Землю. Пожар, разгерметизация, токсичная атмосфера. В программе подготовки космонавтов это главные темы. Система пожаробонаружения, которая установлена на станции, она предусматривает собой наличие датчиков специальных. То есть вот один из датчиков вы можете увидеть вот на стене, вот черненький. В учебном модуле в центре подготовки космонавта все как на орбите. Именно здесь звездный отряд и отрабатывает все нештабки. Самый важный прибор – этот пульт. Он находится в центре служебного модуля. О том, что на станции ЧП космонавты узнают по световому сигналу. Два-три метра. Два метра. Есть касание. Порой нештатная ситуация возникает при стыковке. Грузовые корабли, как правило, причаливают к станции в автоматическом режиме. Но иногда космонавты используют ручное управление. Это ювелирная работа. Главное – без резких движений. Полет в космосе, на орбите – это все другие ощущения, как управлять машиной. То есть ты даже даешь ему импульс вправо, а он вместо того, чтобы пойти вправо, корабль идет вверх. В шутку космонавты называют станцию «Консервной банкой». В случае опасности некуда бежать. Такое название орбитальный дом получил после 1985 года, когда в ЦУП внезапно перестали поступать сигналы со станции «Салют-7». Из строя вышла вся система энергообеспечения. К счастью, в тот момент на борту не было людей. На Земле приняли решение станцию починить и отправленному орбиту Виктора Савиных и Владимира Дженебекова. Это был первый опыт длительной работы в таких экстремальных условиях. Целый месяц с фонариком в руках, без горячей воды, при минусовой температуре. Земля сказала «плюньте, посмотрите, через сколько замерзнет». Володя плюнул на термоплату, она замерзла через 8 секунд. Посчитали, что как минимум 8 градусов мороза. В космической истории немало примеров, когда большинство ЧП происходило именно в феврале. История с тем же салютом. Пожар на станции «Мир» в 1997 году. Гибель американского челнока «Челленджер» в 1987 году. А 4 года назад отвалившиеся во время запуска кусок пенопласта повреждают термозащиту Колумбии и губят корабль. Однако, как считает Андрей Курицын, списывать все только на календарь не стоит. Формула выхода из нештатной ситуации проста. 10% успеха и 90% хорошая подготовка. Александр Иванович, три страшные аварии, но на этом же приключения, насколько я помню, в вашем полете не закончились. Была же интересная посадка. Посадка – это как бы последняя точка в предложении. Потому что сначала все шло очень хорошо, насколько я помню. Причем я помню рассказы всех космонавтов, которые говорят, что спуск – это наиболее эмоционально окрашенное, динамичное действие. Там все горит, трещит, корабль трясется, управлять им невозможно. И тут мы входим в плотные слои атмосферы. Появляется вот это зарево вокруг спускаемого аппарата. Я смотрю, окошко, появляется плазма. Она становится сначала такой все насыщенней, ярче, малиновой. Сверх не передать, правда? Да, и температуру тоже. Вижу, как обшивка начинает гореть. Перегрузка растет. Думаю, ну сейчас должно трясти. И не трясет. Вообще. Такое ощущение, что раскаленный нож входит в масло и не вибрирует. А в голове щелкнуло что-то не так. Ну, парашют открылся, все нормально. Ну, когда парашют-то раскрывался, трясло, наверное. Да, да, да. Это самое такое горькое, когда начались. Парашют открылся, отстрелились закопченные стекла иллюминаторов. И мы уже увидели землю с высоты птичьего полета, высоко. Вот. И помню, Василий мне сказал, ну все, живы. Мы живы. Стукнул меня по коленке. И мы с таким этим настроением, то что сейчас вот земля, 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 приземлимся. Должна быть была мягкая посадка. Естественно, в моей жизни она тоже впервые ощущаемая должна быть. И я ждал этого момента. Василий говорит, так, Саня, держись. Ну, напрягся я. Не зажался? Зажался, думаю, сейчас. И почувствовал очень мощный удар в спину. Он такой, что... Ну, не было мне так, никто не бил. Посадка мягкая, потому что больше всего достается этому месту. Ничего себе мягкая посадка. И нас ударило тут же, положило все, и мы лежим. Дышать было невозможно. То есть у меня весь этот удар сконцентрировался вот с солнечным сплетением. Это как будто тот поддых ударил. Пришел в себя. Все, мы пришли. И Василий пришел в себя. Люк открыли. И тот человек, который из поисково-спасательной службы, который первым просунул голову в этот люк, говорит, мужики, как? Мы говорим, нормально. Он говорит, у вас на двигателе мягкой посадки не сработали. Я так про себя подумал. Вот оно, точка. По-моему, первый и единственный случай. Нет, нет. Это, слава Богу... Срабатывали по-разному. Но то, что вообще не сработали, по-моему, единственный случай. И это да. Тем не менее, жив-здоров. Я помню, что когда меня уже вынули из спускаемого аппарата, меня и Василия. Вот мы лежим в этих креслах, в шезлонгах. И я вспоминаю Северина Гайевича, благодаренному за его систему, за этот ложемент, за амортизаторы. За систему амортизации. Да-да, что они сделали. Думаю, вот надо внутренне. Я им говорил спасибо. Александр Иванович, вот посадка закончилась, ты сюда пришел. Я знаю, что в музее есть ложементы, и первые, и разные ложементы. Дети, интересно, рассказываешь, не рассказываешь, показываешь ли это. Выставка, я знаю, была в прошлом году, посвященная юбилею Гая Ильича Северина в этом же музее. Если есть возможность, я, конечно, все это рассказываю. Это же интересные такие моменты. Музей. То, что ты делал, то, что другие делают. Для кого? Для родителей, для детей или для родителей и их детей? Раньше я бы думал, что музей – это для детей, потому что дети приходят сюда и узнают, что было. Потому что, что было, взрослые знают. Теперь я вижу, что и взрослые ничего не знают. И это тоже для них путешествие в неизвестный музей. Они выходят и начинают гордиться, гордиться своей страной. Кстати, музей-то он и приспособлен здесь для детей. У нас есть классы, где можно с ними заниматься. Они могут у нас научиться управлять космическим кораблем. Есть такая возможность. Спускаем парад, сесть, поработать ручками управления, облететь станцию. Причем это все, как и в реальности. Аналогичный тренажер находится и в звездном городке, на котором космонавт тренируется. А есть ли у нас зал какой-нибудь, вот такой вот, может, у вас в планах, где будут представлены, представляете, будущие экспонаты. Вот зал будущих экспонатов. Он немножко по-другому бы звучал. То есть это как раз идея, которая не дает покоя мне. Здесь мы должны рассказывать не только о том, что было, что, в принципе, или чего и создан музей. А как мы видим будущее? А какое будущее будет? Вот космонавтика чем хороша? Тем, что фантазия людей работает, особенно у молодежи. И им хочется знать, а что дальше будет? Да, мы видим этот корабль «Восток», мы видим корабль «Союз», мы видим «Буран». А что дальше? Над чем работают сейчас ученые? Потому что вот это, во-первых, будет поддерживать у них интерес. Если он возник интерес по космонавтике, то он будет видеть, что он дальше может работать в этой области. И как это будет все выглядеть? Зал ли будет? Или будет какая-то экспозиция сделанная? Будущее космонавтики. Но это должно быть. И сейчас мы думаем об этом. Зал будущих кораблей. Даже если они не пойдут в серию. Зал будущих кораблей. Кстати, хорошее название проекту. Александр Иванович, спасибо, что нашли время. Вас, ваш коллектив. С Днем космонавтики, с 12 апреля. Славным днем, которое наше государство вписало в мировую историю. Этот день. Спасибо, что нашли время. Спасибо большое. Я хочу поздравить и вас, и творческий коллектив вот этой программы. Потому что так получается, что мы делаем одно дело. Мы соратники, и мы болеем за космонавтику. Поэтому я вас всех поздравляю с праздником. Александр Иванович, спасибо, что нас пригласили. Спасибо, что показали свой замечательный музей. Я уже не один раз здесь. До новых встреч с вами. До новых встреч. Это был «Русский космос». До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!